Алло! Да! Ну я нашел вас получается! Вот! Ну молодец! Я вижу что... Я вот буквально нечаянно вас кинул И вот я вас нашел получается! Здорово! Молодец! Ничего не скажешь! Оперативно поступили! Ну! Так что выходит-то? Получается что у нас? Вы вот последнюю свою гипотезу не закончили! Знаете, Евген, здесь большая разница Говорить в чатру летки, где нас-то может сметь А здесь мы друг друга знаем Сейчас закончим говорить И я вам скину мои материалы Я даже о них говорить не буду Так мы с вами пообщаемся или не пообщаемся? Или вы просто своим материал зашлете? Что, разница есть какая-то? Ну материал это не просто так У меня посещаемость Ютуба канала В моем канале 46 миллионов Это не игрушка? 46 миллионов? Да Это чего посещаемость у вас? Просмотр, общий просмотр Я просто занимаюсь продвижением сайтов Поэтому я типа шарю Что значит посещаемость Что значит посещение И если у вас есть сайт И так далее Я могу его промониторить И продемонстрировать Я вам скину эти все данные Только не уходите сразу Когда закончим говорить Теперь Не, я вообще не тороплюсь Мне интересно, что вы скажете Вы просто будете рекламировать мне свой контент Или так скажем Мы с вами просто пообщаемся Это ваше дело, можете не смотреть Рекламировать меня Зачем, когда миллионы людей заходят А я буду рекламировать? Конечно, конечно В том-то и дело Мне вот и интересно То есть Это просто какое-то позерство ваше То есть Или это К чему это вообще все? Очень интересно Первый раз Вот смотрите Я получил приглашение сегодня На конгресс интеллигенции Там присутствует Жалец Алперов На Леонидской премии И я вас беру с собой Не знаю вас Но я вас взял Я взял с собой И вы со мной И вот они беседуют Академики сидят Большой зал Дом ученых Новосибирский академгородок И вот смотрите Вопрос стоит какой Знаете Рассуждают большие мужи У нас в стране, конечно Большая проблема Нет национальной идеи Которая объединяла бы людей Ну да Раньше было Пролетария всех стран Соединяйтесь Нету Я сижу и понимаю Ну раньше был Савов Я сюда Выслушай И в конце Вопросы зададите Я поднял руку Я говорю Идея такая и есть И она Какая? Ее надо проверить сначала Я ее 48 лет Эту идею В жизнь притворяю А какая? Я говорю Она состоит из трех слов Ну Я говорю Дети Они сразу О Это главное дети Я говорю Воспитанные Конечно Уже все почти со мной Но я говорю Воспитанные во Христе Все руки опустили А как же другие? Повторяю Дети воспитанные во Христе Вот тогда все Не будет разводов Не будет абортов Не будет оборотней полиции Не будет взяточников Коррупционеров в Думе Не будет предательства Не будут страну разворовывать По всем странам мира Вот идея Хорошо А если А если дети Которые Не воспитаны Вот так Я имею ввиду А я Я объясню Я имею ввиду Дети Которые Не успели Быть воспитаны Подкидыши То есть Ну то есть Мамаша Рожает ребенка И Понимая Свою неблагополучность Она Выбрасывает ребенка Это Это получается Человек воспитанный Не во Христе И получается Просто подкидыш Что с ним делать По вашему мнению То есть Окей Дети воспитанные во Христе Одно Окей Извиняюсь Дети воспитанные во Христе Что с ними делать Куда их пристраивать Знаете Мы сейчас конкретно На конгрессе интеллигенции Находимся И никаких детях Абортированных И прочих разговоров нет Как спасти Россию Подождите Но вы же сами Начали разговор О Дети Это другой вопрос Я вам отвечу потом Сейчас не об этом речь идет Речь идет о том Что сделается со страной Выступает Путин И половина своего выступления Перед федеральным собранием Последнее И говорит Национальная катастрофа Национальная катастрофа Называют Демографический вопрос По миллиону убывает Ну хорошо Нас должно было быть Вот вы Комсомольская правда Из статья пришла Если бы Большевики не победили В семнадцатом году Нас бы было Шестьсот пятьдесят миллионов Полмиллиарда потеряли Какой змей Горыныч собрал Сожрал Вот об этом речь идет сейчас Что конкретно Об этом сейчас речи не идет Речь идет о совершенно других вещах Знаете что Из твоей речи Я много вел занятий В пяти университетах Одновременно вел занятия Я исключил слово проблема Полностью Я не сказал проблема ни разу Так я сказал Это ничего не говорит Я его заменил двумя словами Нерешенный вопрос Вот конкретно Тридцать одна тысяча Сел исчезли в стране А что сделаешь Мы берем землю Решаем Получили Строим дома Строим дороги Пруды Школы Все за свой счет Государству не обращаемся за помощью Оно бедное И правители не проклинаемо молимся за них Дальше Государство бедное Государство бедное Да дальше Говорят Проблема Дети беспризорные Я говорю Что ты сделал А что сделаешь Я образую лагерь По милости божьей Не сам И 48 лет Руковожу им Тысячи детей поняли Беспомощный государство Давайте каждый делать это И вы увидите Как в стране будет меняться обстановка Да как меняться обстановка Если делаю только Если Стоп Секунду Если делаю только Хорошо Хорошо Демографическую ситуацию меняют А дальше что Теперь Говорят Знаете Не я согласен На демографическую ситуацию Положить на аспекты Есть Дотации И капиталы материнские Хорошо А далее что Это демографическая ситуация решена Окей Хорошо Дальше что Дальше что Знаете что Чтобы понять А что дальше Я еще два маленьких вопроса поставлю Дворянин Матавилов Александр Николаевич Друг Серапима Саровского Долго людей спрашивал Для чего человек рождается Какой смысл В чем цель И Серапим сказал Стижание Духа Святого Никто до него этого не мог сказать Выразить в трех словах Объясните что он хотел сказать Объясните вы что он хотел сказать Стижание Духа Святого Что это означает Как его воплотить в жизнь Объясните вы что он хотел сказать А вот в чем Евангелие от Иоанна Третья глава говорится Когда пришел Никодим Христос говорит Надобно родиться свыше Кто не родится свыше Не может увидеть царствие Божие Не может спасти Хорошо Теперь Я вот получаю духовное рождение Хотя с детства верующий Отслужив в армии В элитных войсках Теперь я работаю на корабле В каких А? В каких войсках? Ракетный подводный плот 61 год Когда на грани войны стояли с Америкой При Хрущеве Я знаю о чем говорю И в это время В 23 года мне в руки попадает Евангелие Ну значит беда какая-то была Какая? Мне 23 года Работаю во флоте Учусь в малихонном училище высшем Добиваюсь разрешения Три курса за год сдать По одному из иностранных языков все Какой комиссия выберет У меня широкий простор На душе пустота У вас вы знаете Любой язык Теперь я считаю Евангелие Заметьте Рождение свыше получаю Второй вопрос Послание к римлянам 8-9 Кто Духа Христова Стоп, стоп Вопрос Каким образом вы получаете Рождение свыше? Каким образом? Значит из трех моментов состоит Первое Я должен признать себя Погибшим грешником Окончательно и бесповоротно Каким образом вы себя признали Погибшим грешником? Вы перерываете Это невежество Ну вот такое невеже Я вопрошаю Я вопрошаю Как вы в себе это переросли? Святая Библия говорит Кто дает ответ не выслушав Тот невежда Это не мои слова А я не даю ответ Я же вопрошаю Я объясняю Я должен осознаться Все что я делал А я делал Не то что люди делают Мать говорила Нельзя там курить Пить, материться Пионеры выступать Женщины меня делают Меня Бог от всего сохранил Я этого не знаю Но я знаю Что я грешник И умру я пойду в ад И в это время Это грешник Не об этом Речь о другом О том Что мы говорили до этого Я отвечаю Что такое рождение свыше? Трехэтапный момент Да Да, да, да Значит вы не хотите знать И не узнали Второй вопрос Тогда я не буду Точно отвечать Стоп, стоп, стоп Вы меня четыре раза Не, не, нет Секунду Что значит Я хочу знать Поэтому я его прощаю Что это такое? Мне, понимаете, трудно разговаривать Потому что вы не трезвые Вот в чем дело Давайте вы придете Когда совершенно трезвые будете Нет Вы передергиваете Только без всяких руганий Чтобы ни одного слова плохого не говорили Я разве Хоть одно слово плохое сказал? Я заранее говорю Заранее говорю Чтобы этого не было Ну нельзя так Стоп, я разве Я разве хоть одно слово плохое сказал? Давайте расстанемся сегодня У меня У вас данные мои есть И вы зайдете Игнать, Игнать Игнать От четырех Москвы От четырех ночи До четырех дней я свободен То есть не буду принять Игнать, я разве сказал Хоть одно плохое слово Бранное Хоть одно сказал? Я благодарю вас Я заранее предупредил Хорошо Так мы можем продолжить диалог? Можем Сейчас не можем Вы ничего не воспринимаете Ведете себя, как говорят, неадекватно Почему? Потому что перебиваете Я же вижу по глазам и проще Вы не трезвые Нет Я при каждом состоянии Вы не трезвые, Иван У меня тысячи людей передо мной прошли Так, хорошо Прошло, может, я не знаю Конца края нет Ну то есть вы не способны сейчас на диалог? Я работаю с людьми Начальник детского лагеря Сорок восемь лет Я детей знаю Студент Знаю В пяти университетах Восемнадцать лет преподавал Тринадцать школ Мне известны люди Сотрудничаю с тюрьмой Помогаю им Потому что я сам прошел За слово Божие пять тюрем Восемнадцать лет в тюрьме Я знаю контингент этот И людей я вижу по глазам и проще Вопрос Вопрос Почему вы провели Восемнадцать лет в тюрьме? Сотрудничаю Помогаю Бесплатно Работать с закрещенными Чтобы они встали на истинный путь исправления А что за женщина с вами Слева от вас? Меня в восемьдесят шестом году Последний раз арестовывали Осужден был За слово Божие Я издатель Про меня спрашиваешь? Про вас спрашиваешь? Конечно Что за женщина с вами? Милая, милая бабушка Это моя супруга Супруга? Конечно Как зовут ее? Давай, говори Надежда Васильевна Надежда Васильевна Что не утомляет вас Игнатий? Не утомляет вас Игнатий Лапкин своим языком скороговорящим? Как вы себя чувствуете? Прекрасно Прекрасно Да Сколько он разговаривает? Вас нормально устраивает? Да Хорошо Вопросик тогда другой Вопросик В семейных делах Он такой же? Во всем имеет свое мнение? Или вы прикладываете свою, так сказать, руку? Нет Он Все его Он глава То есть Он глава Вы вообще Ну как? Ну как женщина Вы же Вы же участвуете И Так сказать Домашний очаг Вы, наверное, храните Я так понимаю Или Или получается Игнатий Лапкин Контролирует Все и вся Да То есть Получается Игнатий у нас Вот такого Молодого человека Правильно я понимаю? Иван Ты спрашиваешь Как человек Который соскучился Был подкаблучником Настоящий мужчина Вопросик даже не Игнатий Игнатий Ну что 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 значит Подкаблучником Что Что для вас Хорошо Хорошо Игнатий Что для вас Подкаблучником Давайте Сегодня Расстанемся Вы зайдите Завтра Совершенно Трезвый Я тогда Все Все Как и сейчас То не сейчас Но мы не способны Я не имею права С вами сейчас Разговаривать Я не имею права С вами соглашаться Ну Это Ваше право Но у нас написано Человек нетрезвый Я не имею права Заниматься с ним Стоп Стоп Вопрос А Тогда Хорошо А где написано Игнатий Игнатий Нет Стоп Разве В Эвангелии От Матфея 5 глава Написано Что Вы Нет Непр cliché Вопрос Игнатий Вопрос Разве Вы В Ивангелии Атмосфере написано в пятой главе, что невозможно заниматься с нетрезвыми. Там написано так, не бросайте жемчуков вашего перед свиньими псами, чтобы они, обратившись с вас, не растерзали вас. Как вы это понимаете? В данный момент в этом состоянии вы опасны. Все, пока. А вам не кажется, что это... Игнатий. Игнатий. Игнатий.